С 1 января 2023 года в России для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей вводятся институты единого налогового счета, который упростит механизмы исполнения обязанностей по уплате налогов и позволит максимально снизить временные затраты на оплату. Обсудим это нововведение с экспертами. Сегодня у нас в студии начальник отдела урегулирования задолженности УФНС России по Пермскому краю Наталья Бурдина и Ольга Черняева, участник пилотного проекта. Здравствуйте. Наталья Владимировна, начнем с вас. Как вы вообще оцениваете данное нововведение? Какие есть положительные стороны и есть ли все-таки риски? Добрый день. Одной из предпосылок для создания единого налогового счета были все же ошибки налогоплательщиков. При наличии очень множества реквизитов платежного поручения, кода бюджетной классификации, АКТМО, кодов муниципальных образований, сроков уплаты, отчетного периода и множества других реквизитов налогоплательщики очень часто ошибаются. И вот эти именно ошибки, они и подтолкнули налоговую, федеральную налоговую службу, внести вот эти изменения. Потому что при возникновении этих ошибок возникает у нас технический долг. На этот технический долг начисляется пение. И, соответственно, включается механизм взыскания задолженности. А вот сколько по итогам 2022 года составил вот этот технический долг? Я могу сказать, что сколько мы документов уточнили. По итогам года порядка 400 тысяч документов вот у нас в целом в Пермском крае мы провели уточнение платежей. Ошибки допускаются. Соответственно, все это приводит вот к техническому долгу. Но создание единого налогового счета исключит эти ошибки. У нас с вами уже мы уйдем от той ситуации, когда у нас одновременно есть у налогоплательщика как переплата, так и задолженность. Для налогоплательщика необходимо будет знать только единое сальдо. Отрицательное оно у него по налогам или положительное. Отрицательное есть обязанность по уплате в бюджет. Налогоплательщик уже знает, что обязанность есть. А положительное значит налогоплательщик может эти денежные средства себе вернуть. Единый налоговый счет подразумевает под собой эту консолидацию всех налоговых обязательств в одну единую сумму. То есть налогоплательщику надо будет только знать свой ИНН и сумму для оформления платежного документа. Все остальные реквизиты в платежном поручении будут едины. Ольга, вот вы уже успели стать участником как раз-таки пилотного проекта, запуска этой программы. Расскажите на себе, как это прошло и удобно ли это, самое главное, и действительно ли это снижает затраты временные. Ну, хорошо. Я поделюсь своим опытом. Мы являемся бухгалтерской организацией ООО «Ферника». И один из моих клиентов испытывал вот эти сложности при создании нескольких платежек, платежных поручений. Поэтому, когда возник пилотный проект Федеральной налоговой службы, я предложила ему поучаствовать. Он согласился. И, в общем-то, мы не пожалели. То есть было достаточно удобно. Все платежи отражаются в личном кабинете предпринимателя. Он все прекрасно видит. Ну, собственно, будет такая функция, как он сможет отправлять оттуда прямо платежки, поскольку он индивидуальный предприниматель. И вот я считаю, что для малого бизнеса, да и вообще для бизнеса, это, в общем-то, очень такая неплохая форма. Во-первых, никто не будет путаться с КБК. Федеральная налоговая служба будет сама это все распределять. Ну, а бухгалтер, для того, чтобы Федеральная налоговая служба понимала, как это должно быть, он будет отправлять уведомления. Что, в общем-то, сложностей тоже больших не представляет. Наталья, вот это все равно какой-то период адаптации должен пройти у налогоплательщиков, чтобы они привыкли к новой системе. Вот изменились и сроки, да. Единый срок предоставления отчетности не позднее 25-го числа после окончания отчетного расчетного налогового периода. И не позднее 28-го числа единые сроки уплаты налогов. Эти даты поменялись очень сильно. Вот как это тоже отразится? Ну, с внедрением единого налогового счета, да, чтобы упростить все же вот этот платежный календарь, который на сегодня у нас существует, да, все сроки отчетности и уплаты приведены в единые сроки. То есть у нас, начиная с 25-го января, будет единый срок, 25-е число каждого месяца для представления отчетности. И 28-е число, это у нас будет единый срок уплаты. Вот. Соответственно, при всех обязанностях, которые наступают у налогоплательщика, он в январе месяце может оформить один платежный документ, указать и ННН, и сумму, и перечислить все платежи, которые он ранее производил множествами платежами. Также поменялся календарь и уплата по налогу на НДФЛ. Сейчас НДФЛ будет уплачиваться не после выплаты заработной платы, а после, только раз в месяц, 28-го числа уплата будет. А вот эта вся система, она меняется в личном кабинете вообще налогоплательщиков? Да. В рамках единого налогового счета появится совершенно новый механизм, которого раньше не было. Это открытый IP. Максимально открытая передача информации для налогоплательщиков, только если вы подключились к открытому IP. То есть нужно к этой программе подключиться все-таки? Ну, эта задача стоит перед операторами. На сегодня 1С уже сказал, что у них готовность есть, и они с 1 января эту возможность для налогоплательщиков предоставляют, кто пользуется 1С. А эта же открытость данных будет у нас и в личном кабинете на сайте Федеральной налоговой службы. Все, кто уже подключены, эта возможность у них появится автоматически, вся открытость данных. А кто еще не подключился, да, предлагаем воспользоваться этой возможностью, подключиться. Тогда вы в реальном режиме будете видеть ваши все перечисления на единый налоговый платеж. Как эти денежные средства распределяются по налоговым обязательствам. Вам будет открыта вся информация о мерах взыскания. Также информация о предстоящих платежей. Все открыто в режиме реального времени. Вы будете видеть все глазами налогового органа. Спасибо большое за беседу. А я напомню, сегодня у нас в студии была Наталья Бурдина. Это начальник отдела урегулирования задолженности у ФНС Росы по Пермскому краю. И Ольга Черняева, участник пилотного проекта. И мы обсуждали нововведение с 1 января 2023 года в России для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей вводится Институт единого налогового счета. Спасибо.